Я лично о нашей медицине ничего плохого не могу сказать. Сейчас слухи стали пускать, что у нас врачей готовят, кого по верхней половине туловища, кого по нижней. А на весь организм, дескать, никто не отвечает. И, мол, хотя в верхней половине органы главнее, население у нас ещё тёмное и больше опасается за свои нижние органы. И готова за них отдать бешеные деньги. Причём здесь медицина. Не знаю. Можно где-нибудь какого-нибудь здорового мужика и залечили до полусмерти. Что-нибудь ему отрезали не до конца. Или до конца, но не то. Но, в общем-то, я считаю, у нас всё нормально. Просто, чтобы выздороветь, нужна ещё сильная вера в лекарства. Поясню на примере. Сосед мой, Иван Николаевич Сидоров, с детства страдает аллергией. У него была жуткая аллергия на деньги. Как увидит деньги, начинает задыхаться. Ещё у него было сильное искривление ног и неслабое косоглазие. Косил так, что жена ревновала ко всем встречным. Что ему только не давали, то ему и не помогало. Его уже стали успокаивать. Мол, зато теперь анализы не надо сдавать. Уже бесполезно. Он от этого сочувствия перестал выговаривать буквы. Не все. Только гласные. Согласный выговаривал хорошо. Жена решила, что с болезнями у него перебор. И она этого не выдержит. И она достает ему порошок. Нет, не чтобы покончить всё разом. А чтобы гласный выговаривал. Ей же не надо с ним как-то разговаривать. А он только сж-ж-з. И всё. Она половину не могла понять. Мужу она говорит, что это лекарство. Про лекарство, что это древнее тибетское средство. От его прежних болезней. И в нём проснулась вера в это лекарство. Исчезает аллергия, косоглазие, кривоногость. Все болезни. И единственное, что плохо, он и согласный перестал выговаривать. Он же думал, что это от его прежних болезней. Вот что такое вера. Я знал одного человека, который в аптеке схватил не своё лекарство. Месяц пил мочегонное вместо снотворного. Сутками спал. А тот другой бегал каждую минуту. Ему спать было некогда. Известен случай, когда ошиблась уже сама аптека. И одному новобрачному досталось успокаивающее средство. Сильно действующее. А его деду-вдовцу, фамилия-то у них одна, из-за чего путаница и вышла, тому достался допинг. Тоже сильно действующий. И вот свадьба. Чем бы всё кончилось, не верить дед с внуком в наше лекарство? Неизвестно. А так дед всю свадьбу проспал. А у молодых через год родилась тройня. Вот что такое Вера. На этот случай у женщины одной тик был. Она подмигивала каждую минуту. А молодая женщина красивая. И ещё у неё как подмигнёт, голова чуть дёрглась. Вечером на улицу лучше не выходить. До драк доходила. Она пока дойдёт до магазина, скольким? Да ещё в магазине. И не да ей Бог пройти мимо виноводочного. Замуж не могла выйти. Чем спаслась? Верой. Мужчина один, он другой болезнью страдал. Он на женские подмигивания не реагировал. То есть он рад бы, но что-то там у него не срабатывало. В центральном мозгу. А может не в мозгу, не знаю. В общем, все женщины от него отвернулись. И вот они встречаются в Кисловодске у Нарзанного источника. Она выпила полстаканчика. Видит мужчина, уже спокойно на неё реагирует. А он-то уже принял стакан. Что такое? А одна уже подмигивает. Оба верили, что Нарзан помог. А Нарзан-то тут ни при чём. Через месяц они поженились. Но мужчина, видимо, на радостях проболтался кому-то про своё недомогание. Потому что у этого источника потом такая толпа из мужиков собралась. И многие так спешили прорваться без очереди, что пришлось вызвать воинские подразделения, которые, когда узнали, в чём дело, штатских граждан вообще отёрли от источника. Хорошо Нарзан кончился. Вот что такое вера. Если убедить себя, что ты в бане, можно голым стоять на морозе. Ещё будешь потеть, умолять прохожих, чтобы не поддавали жару. Если как следует верить, то и анальгин спасёт от заикания, фурген от облысения, а горчичники от плоскоступия. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ